Несмотря на то, что человек считает себя венцом творений природы и хозяином планеты, он абсолютно бессилен перед разрушительной мощью природы. В истории есть множество примеров, когда она обрушивала на нас огромные океанские волны, потоки раскаленной лавы, ураганы и смерчи. Но зато это все дает пищу для фантазий режиссеров и сценаристов, которые регулярно снимают картины о природных катаклизмах и других способах уничтожения человечества. Десятое место. Армагеддон. Голливудский блокбастер Майкла Бэя, который уже стал культовым. НАСА узнает, что к Земле приближается огромный астероид, грозящий уничтожить все живое. Ученые долго ломали голову над проблемой и пришли к выводу, что единственное спасение для человечества – взорвать космическое тело изнутри. Для проведения спасательной операции правительство привлекает команду опытного буровика Гарри Стампера. От которого зависит будущее нашей планеты. На протяжении более чем двух часов зрители наблюдают, как разношерстная компания смельчаков во главе с бравым Брюсом Виллисом будут в очередной раз спасать людей от гибели. Девятое место. Игрянул шторм. История происходит в 1952 году, когда у побережья Америки потерпел крушение нефтяной танкер. На помощь команде спешит местная береговая охрана, но средств для того, чтобы справиться с разыгравшимся штормом у них слишком мало. Герои оказываются в самом центре бушующей стихии, и далеко не все могут вернуться домой. Фильм снят по реальным событиям, но авторы слегка переборщились с пафосом, из-за чего происходящее кажется надуманным и невероятным. Восьмое место. Глубоководный горизонт. Многие зрители наверняка помнят взрыв в нефтяной платформе в Мерсиканском заливе. Ученые до сих пор говорят, что огромное пятно принесло много беды, а главный виновник трагедии, нефтегазовая компания BP, не может оправиться от скандала. Сюжет повествует о сотрудниках станции, которые оказались между двума стихиями, огнем и водой. И придется не только бороться за собственную жизнь, но и по максимуму предотвратить последствия экологической катастрофы. Седьмое место. Выжить. Это не слишком известный фильм, да еще и 92-го года выпуска. Но не спешите удивляться, а послушайте одну жуткую историю. В октябре 72-го года ургвайский самолет перевозил юношескую команду по регби с родственниками и персоналом. Пролетая над Андами, судно потерпело крушение и рухнуло на плотов вдали от цивилизации. Часть пассажиров погибла сразу, а остальным пришлось больше двух месяцев бороться за выживание и питаться телами товарищей. Именно на этих событиях и основан фильм, который получился очень мощным в психологическом плане. Несмотря на отсутствие спецэффектов, он дает форум многим голливудским блокбастерам. Шестое место. Экипаж. Уиппу и Такер тоже был опытным летчиком, но во время одного из рейсов самолет, которым он управлял, неожиданно начал падать. Пилоту удалось совершить аварийную посадку, и большинство пассажиров остались в живых. Уипп сразу стал народным героем, но вскоре выяснилось, что причиной аварии могли быть его собственные действия. Пятое место. Чудо на Гудзоне. Чудо на Гудзоне и экипаж не случайно находятся рядом в нашем топе. Истории очень похожи, но каждая по-своему интересна и даже трагична. Биографическая драма, основанная на истории Чесли Сайленберга. Пилоты говорят, что опыт и знания каждому из них нужны для того, чтобы один раз принять верное решение. Герой картины попал именно в такую ситуацию. Во время штатного полета у воздушного судна отказали оба двигателя, и командиру пришлось совершить экстренную посадку на воды местной реки. Ему удалось спасти пассажиров и жителей многомиллионного города, но впереди Чесли ожидала долгое разбирательство. Четвертое место. Потерянный рейс. Самый недооцененный зрителями фильм из сегодняшней подборки, который тоже основан на реальных событиях. Он рассказывает о фрагменте трагедии, разыгравшейся 11 сентября 2001 года. Рейсе 93 United Airlines. Которые террористы хотели использовать в своих целях. Если бы они направили его в очередной стратегически важный объект, жертв было бы гораздо больше. Но на пути смертников стали простые американцы. Пассажиры самолета оказали захватчикам отчаянное сопротивление, благодаря чему он не долетел до пункта назначения и рухнул в полях. Хронология происшедшего воспроизведена очень точно. А еще создатели использовали реальные записи голосов участников событий. Третье место. Аполлон-13. Этому фильму мы обязаны легендарной фразой «Хьюстон, у нас проблемы». Причем ее вполне можно сделать с логаном сюжета. Неприятности у героев возникают нешуточные. Во время космического полета на борту корабля Аполлон-13 случилась авария. После взрыва кислородного бака двигатель и система жизнеобеспечения были повреждены, что значительно усложнило полет. Несмотря на то, что картину снимали больше 20 лет назад, борьба экипажу за жизнь воссоздана очень реалистично. Второе место. Невозможное. Еще один фильм, рассказывающий о жизни простой семьи, которой пришлось выживать в экстремальных условиях. События абсолютно реальны. За основу была взята трагедия, происшедшая в 2004 году, и рассказ ее непосредственных участников – испанских туристов. Они отдыхали в Таиланде и оказались в центре удара огромного цунами. Множество людей погибли, поднялась паника, стихия разметала членов семьи. И воссоединиться им удалось только ценой неимоверных усилий. За главную женскую роль в фильме Наоми Уоттс была номинирована на Оскар, а ее партнером по съемочной площадке стал Юэн Макгрегор. Первое место. Титаник. Легендарный Титаник не нуждается в представлении ни с какой стороны. Трудно найти человека, который не знал бы о катастрофе, произошедшей в 1912 году, с огромным непотопляемым лайнером, а также о трогательной истории любви нищего художника Джека и богатой девушки Розы. Но не упомянуть об этом фильме в сегодняшней подборке было бы настоящим преступлением, поэтому предлагаем всем еще раз насладиться творением Джеймса Камерона, которая получила целую кучу Оскаров масштабными съемками, эффектными сценами и саундтреком в исполнении Селин Дион. Фильмы-катастрофы интересны не только эффектной картинкой, но и тем, что во время просмотра зрители задают себе вопрос, а как бы я поступил, если бы оказался в подобной ситуации? Берегите себя, своих близких и окружающий мир, ведь наблюдать за природными катаклизмами на экране гораздо приятнее, чем видеть их вживую. Друзья, если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А если вы любитель почитать кино, переходите на наш портал киномания24.ру, там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. Ссылка на сайт есть в описании и в закрепленном комментарии. До скорых встреч, друзья! Киномания 24. Магия кино для тех, кто понимает. Субтитры сделал DimaTorzok